В Славянском районе проживает около 130 тысяч человек, и большая часть из них живет и трудится в сельской местности. Одна из главных задач районной власти – создать все условия для комфортного проживания славянцев, независимо от удаленности их населенных пунктов от райцентра. О том, что делается в хуторах и станицах района для улучшения качества жизни селян, смотрите в первом материале выпуска. – Спасибо вам большое. – Это всем спасибо, не только мне. Это и главе, и главе нашей Владимиру Ильичу. Со слов благодарности началась встреча депутата Государственной Думы Ивана Демченко с медработниками Петровской участковой больницы. Благодаря его помощи в ноябре прошлого года здесь был полностью завершен капитальный ремонт второго этажа здания. Сейчас больницу просто не узнать. Светлые просторные кабинеты, современное оборудование. Появился свой физиокабинет. – Это у нас аппарат, вот мы делаем, ой, извиняй. Батон, электрополит, припульс, как электромассаж. – А у вас опыт работы есть? – Да, да, суббит. – Ну, конечно. Сейчас Петровская участковая больница ничем не уступает районной. Сельские жители могут получить своевременную и качественную медицинскую помощь у себя дома. А это самое главное. Депутат Государственной Думы Иван Демченко поблагодарил руководство района за плодотворное сотрудничество, которое принесло такие прекрасные результаты. А медперсонал в больнице пожелал успеха в работе, на которую они теперь ходят с большим удовольствием. – Вы знаете, вот такое впечатление, что мы выше на голову стали, когда находимся в таких светлых оборудованных кабинетах, когда наши пациенты приходят, спокойно сидят, смотрят телевизор. Это настолько вот для нас удивительно, в сельской местности сельские пациенты обслуживаются не хуже. – И такой уровень. – Да, и вот такой уровень. И поэтому хочется, конечно, ну, настолько вас поблагодарить. Ну, конечно, хочется поблагодарить еще и организаторов, помощников, которым достаточно очень много. Это и главе района нашей Роману Ивановичу, и нашему главе Задиверу Ильичу, и Татьяне Николаевне за их беспокойство, за их организацию всю. Обещаем, что мы работаем хорошо, будем работать еще лучше. Доступнее на селе становится не только медицина, но и культура. В хуторе-водном Петровского сельского поселения, где проживает всего 300 человек, был построен современный досуговый центр. Наказ на его строительство глава Славянского района Роман Синеговский получил во время схода граждан. Благодаря поддержке депутата Государственной думы Ивана Демченко и депутата ЗСК Виктора Чернявского, предпринимателей Петровского сельского поселения, жителям хутора проект удалось реализовать. Я считаю, что это начало большого пути в хуторе-водном, потому что мы сейчас с Иваном Ивановичем общались. Есть желание по краевой программе и спортивную площадку здесь сделать, и может быть куреня сделать так, чтобы они здесь остались надолго. Был этнический уголок. Приятно, что в этом клубе и зал на 80 мест, сейчас мы все посмотрим, и библиотека, и музей. И самое главное – это наши дети. У нас будет возможность развивать их способности. Хочу сказать всем большое спасибо, потому что действительно, если мы говорим о местном самоуправлении, это как раз тот положительный пример, где все вместе мы реализовали серьезное дело. И благодаря этому проекту у нас уже следующий клуб хутор Ханькова Анастасиевского поселения. Но я думаю, что мы дойдем до каждого хутора Славянского района. Кто бы мог подумать, что в наше время, вот в наше сложное время, что там говорить, на Водном, где же проживает 300 человек, построили новый клуб. Ну, я думаю, что надо сказать огромное спасибо здесь и главе района, и Григорию Владимировичу, председателю, нашим предпринимателям. Правильно, это все было отмечено. И самое главное – желание хуторян наших. Конечно, впереди у нас задач много. Я вас поздравляю от всей души. Желаю, чтобы это заведение, наш клуб процветал. И какие будут еще пожелания подоукомплектование. Понятно, да? Вы не стесняйтесь, обращайтесь, мы это сделаем. К словам поздравлений присоединился и депутат ЗСК Виктор Чернявский, который подчеркнул, что Славянский район уже не первый год становится инициатором идей, которые затем начинают реализовывать по всей Кубани. У Славянского района легкая рука. Как-то было большое совещание. Мы посмотрели в Северном парке площадку такую спортивную, новофункциональную. И родилась краевая программа «Площадка нашего двора». И несколько сот таких площадок было построено по всему краю. Вот сегодня, поверьте, не рядовое событие. Это начало краевой программы малых сельских клубов. Роман Ваич сказал о Ханькове и Славянский район пойдет. Я благодарю всех. У вас с праздником, крепкого всем здоровья. И здесь хороших елок, 8 марта, праздников. Всего самого доброго. И вот наступает долгожданный момент – торжественное открытие досугового дома. Право перерезать красную ленточку было доверено тем, для кого, собственно, и строился клуб – юным хуторянам. В новом клубе разместился универсальный зал со сценой, который можно использовать для просмотра кино и мультфильмов, проведения различных мероприятий, праздников. Также есть библиотека, музей и досуговый зал. Для юных жителей будут работать кружки по интересам. Рядом с клубом организована зона для семейного отдыха, качели для детей, спортивные тренажеры для молодежи, беседка для родителей. Теперь хуторянам есть где собраться, чтобы обсудить насущные проблемы или просто хорошо провести время, отметить праздники. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».